Выезжая по городу, я где-то нарушаю даже правила дорожного движения, потому что я выезжаю именно на дорогу общего пользования, тротуары. Они опасны даже для здорового полностью человека часто у нас. Хотя уже до 24-й год и говорить просто о доступности хотя бы, в моем мнении, уже неуместно даже поднимать такие вопросы, но они возникают каждый день. Доводилось ругаться с чиновниками по этому поводу? Частенько. Так глубоко изучая эту тему, вы можете сказать, насколько, условно, процентов наш город сегодня доступен для людей с ограниченными возможностями. У нас, скажем, до доступности еще работать и работать. Пережить не самые простые времена, однако найти в себе силы не только вернуться в спорт, но и начать активную общественную и политическую жизнь. Здравствуйте! В эфире МТРК, программа «Мандат». И я ее ведущий Павел Приталюк. У нас в гостях прославленный североказахстанский спортсмен, депутат областного маслехата Владимир Эрман. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, нашу беседу давайте начнем с 2014 года, как раз с того момента, когда вы пришли в политику. С чем было связано это решение? В 2014 году проходили довыборы в наш городской маслехат Петропавловска по третьему округу. И так получилось, что как-то решил проявить такую инициативу, наверное, больше, и где-то попробовать свои силы в плане того, что в депутатском корпусе еще на этот год, на то время, то есть не было представителей людей с ограниченными возможностями. Получилось, что подал свою кандидатуру, люди оказали доверие, действительно, провел программу, и на два года, то есть до 2016 года были уже, это другой созыв, который также прошел, ну и так вот начал свою депутатскую деятельность именно в плане по представлению людей, наверное, больше с ограниченными возможностями. Мотивация изначально была именно помочь людям с ограниченными возможностями, именно стать вот этим рупором для таких людей? Скажем, да, больше на это была нацелена моя программа именно, потому что в плане доступа, доступной среды, да, там, входных групп, доступности объектов, развития инклюзии в нашем городе, области, это такие были очень сложные вопросы, и многие люди действительно с ограниченными возможностями, они даже когда, находясь в таком положении, они много, то есть не знали даже, какие у них есть права, на что они могут рассчитывать государство, то есть в плане информации немножко были оторваны, потому что именно, опять же, нету доступности обычной, да, нету, там, человек не может выйти, у нас же доступность это не только где-то наши дороги, социальные места, да, где-то, чтобы доступ, это же от порога до порога, можно сказать, вот, потому что есть люди, которые находятся, живут на третьих, пятых этажах, колясочники, с ДЦП людей, им трудно выходить даже из дома просто, и не говоря уже, ну, там, куда-то добраться. В 2014 году не все люди даже знали слово «инклюзия», скорее всего. Да. Как тяжело доносилась вот эта вот мысль о том, что нужно помогать, нужно обратить на эту проблему внимание? Знаете, действительно, этот вопрос остается до сих пор, такой очень актуальный, очень сложный, это во всех регионах республики. Ну, сейчас уже как-то это более, скажем, с каждым годом, да, от того момента, да, это очень сложно было доходить, надо было доносить, что это нужно, что вот мы теряем время, и даже когда уже в 2015 году Казахстан ратифицировал конвенцию ООН по правам людей с ограниченными возможностями, как-то уже более стала обязательной, наверное, да, вот именно эта программа. Ну, она вот сейчас набирает такой прям ход по Казахстану, что действительно сейчас министерства стали уделять особое внимание на это уже более серьезное, скажем. Ну, и, естественно, на местах действительно управления, как-то стали образование в основном, да, вот культура, стали уделять тоже значительное внимание, открываются классы у нас, например, в общеобразовательных школах, кружки где-то, да, у нас открываются тоже для лиц с инвалидностью. То есть за 10 лет развития есть? Не слишком хорошее? Конечно, да, хотелось бы желать лучшего, да, да, это... Крузии — это же не только просто доступ куда-то, да, прийти, там, что-то увидеть, посмотреть, не так же получить знания, обрести работу, например, трудоустроиться, так же проявить себя в каких-то... Так же и в спорте, и так же в культуре. То есть это очень объемный такой, да, в этом условии заключается в инклюзии. И здесь действительно потихоньку уже, ну, еще так же хочу сказать, что очень много еще стоит сделать, и это только, можно сказать, сейчас стоит на такой стадии, не то, что начальной, но вот только, скажем, начиная подходить к этому вопросу, так прям уже вплотную что-то стало уделяться какое-то конкретное внимание. На своих первых выборах в 2014 году вы своих конкурентов опередили весьма сильно, набрав 70% практически голосов избирателей. Помимо вопросов, связанных с маломобильными группами, у вас же целый округ был. То есть какие еще проблемы вы ставили во главу угла и с чем шли в депутатство на тот момент? В основном, это вот, основной такой корпус задач складывался именно на вопрос людей с ограниченными возможностями. Ну, так же это спорт, конечно же, в основном и паралимпийский, и олимпийский спорт развития. Ну и, естественно, конечно, обращение, ну, общая, да, такая практика, что это обращение жителей, участвовать непосредственно в жизни по округу. Тогда разделялись просто по округам депутаты. Было такое понятие, что за каждым депутатом был закреплен какой-то округ. Именно по любым социальным вопросам, образованием, ЖКХ. Вот эти все вопросы, они также входили в мои функции и задачи. Вы собственный округ, это район уюта, да, на тот момент, вы его полностью изучили? Насколько он, скажем так, в плане доступности, в плане тех моментов, которые вы озвучивали в своей предвыборной программе, был подходящим, скажем так, для жизни? И что изменилось? Или изменилось ли что-нибудь? На тот момент, не скажу, что был он доступный полностью, ну, и мало что я успел сделать за те два года, потому что потом проходили новые выборы, да, а я опять стал по этому округу депутатом, вот. Под доступом, ну, там нет таких объектов, наверное, больше, да, скажем, что, которые, например, представляли какую-то социальную значимость для людей с ограниченными возможностями, вот. И здесь задачи, как бы, было не так много именно в этом направлении. Но от людей звучали пожелания в сторону всего города, получается? Ну, конечно, да, непосредственно это не было, там, только вот я никогда не останавливался на одном, да, вот, округе. Просьбы, пожелания всегда приходили, например, от людей с инвалидностью со всего города, да, это, в принципе. И всегда находилось время, всегда оказывал именно ту поддержку, которую, например, я могу, как бы, помочь, чем я всегда это действительно оказываю, всегда провожу приемы, то есть по сей день. Вот раньше это было прям, ну, старался раза два в месяц проводить приемы. Ну, это по округу, опять же, это, у нас была 43-я и 5-я школа, где мы проводили приемы. И сейчас в основном принимаем уже только в партии Аманат, которые бывшему там, вот, у нас. Также и депутатам, да, шоу, и от партии, мне больше поддерживала еще партия, хорошо. Вот, поэтому, наверное, есть такой какой-то вот успех, потому что партия, вот, наверное, единственная, она, Аманат сейчас, которая проводит именно, есть такая программа, Кедр Грисис Кельшет, именно для людей с ограниченными возможностями безбарьерная среда, это не только касается города, это и область, и туда входит абсолютно все, это и поддержка метреабилитации, это и инклюзия, это и доступ, то есть доступная среда все, проводим мониторинги, проводим совещания, такие обширные, где принимает участие департамент, труда и соцзащиты, управление образованием, управление здравоохранением, то есть обширные, где принимаем прием именно, когда лица с инвалидностью записываются на прием, собираем вот такой большой кабинет, и уже непосредственно напрямую человек, с каким вопросом он пришел, и уже тут же получает именно либо правильную консультацию, либо уже берут его вопрос на заметку и вопрос исполняется. В тот момент, когда вы только пришли в политику, какую, скажем так, самую большую проблему вы все-таки взяли за основу, может быть, это здание какое-то или объект социальный, и что можете назвать в этом плане за все вот эти годы самой большой победой своей на депутатском поприще? Да, как бы побед таких больших еще нет, я так думаю, это все вот эти маленькие победы, они все такие, которые вопросы решались, это уже хорошо, что это произошло, что это делается, опять же, почему не падают руки, потому что действительно происходят какие-то изменения. и я начал тренироваться в Дельфине в 2009 году, после травмы, в 2008 году, я начал уже ходить на тренировки, Дельфин пошел как реабилитацию тогда, потому что я даже сидеть не мог самостоятельно, у меня травма позвоночника была, и начал ходить просто для получения лечебной физкультуры. Он был полностью абсолютно не приспособлен, недоступен, вообще ни в каком отношении в плане для людей с ограниченными возможностями. И я, наверное, первый колясочник, который стал его посещать на тот момент, когда спустя, например, ну, уже где-то полгода после начала занятий, уже стал себя намного лучше чувствовать, именно физически даже. Мне предложил тренер Наталья Александровна Придеина выступить на чемпионате Казахстана, съездить по паралимпийскому виду спорта. На тот момент я даже еще не знал, что, ну, как бы есть у нас, потому что в плане информироваться, и я вот говорю, это была большая проблема, ну, вот, начал заниматься, с того момента уже показал результаты определенные. На данный момент, к чему хотелось бы отметить дельфин, ну, практически, ну, можно сказать, на 90% он доступен для людей с ограниченными возможностями. То есть там сейчас есть группы, которые именно занимаются, есть тренер, который занимается с детьми, с инвалидностью, там, и ДЦП, и колясочники, и кисты, то есть уже есть такой, такой, скажем, отдел, да, определенный, который занимается вот. А инфраструктура подросла? Инфраструктура, конечно, да, уже там есть, двери сделали шире, приобрели необходимое оборудование, чтобы колясочников поднимать, например, на второй этаж, предоставлять им ванну, где также пантусы появились, как бы входная группа. Ну, здесь, да, есть небольшая такая радость, что я не скажу, что это только моя заслуга, наверное, да, это просто, наверное. Но в том числе ваш вклад? Ну, просто, что об этом говорилось постоянно, да, что это, мы в этом нуждаемся, что для нас это необходимо. Как часто подобные вопросы сегодня приходится поднимать и насколько власть сегодня слышит людей с ограниченными возможностями? Не только депутатов, может быть. Да, до сих пор, до сих пор поднимаются такие вопросы, хотя уже, да, 24-й год и говорить просто о доступности, хотя бы о доступности, я не говорю уже прям инклюзии о доступности, это уже, как бы, мое мнение, уже неуместно даже поднимать такие вопросы, но они возникают каждый день. Буквально, передвижение даже по городу, воспользоваться какими-то потребительскими услугами, которые, там, оказывают те же предприниматели, открывают, там, парикмахерские, открывают магазины, бани, да, общего пользования. воспользоваться этими услугами, ну, нельзя. Просто вот. То есть, получается, пользование не общее? Технические, да. Государство сейчас, оно сделало такой именно подход, если человек не хочет, как бы, предприниматель, да, скажем, учитывает наши желания и права соблюдать, то это может сейчас любой человек именно с ограниченными возможностями, да, с инвалидностью, там, первой группы, второй группы, которые, может написать заявление, если он, вот, пришел парикмахерскую, ему не оказали каких-то услуг, да, именно, вот, он хотел там подстрижать, привести себя в порядок, как-то. Или в тот же магазине смог попасть в любой потребительский, который там. Он приходит в департамент труда и судзащиты, пишет заявление, департамент открывает проверку по данному адресу, это происходит буквально очень все быстро, и там уже зависит от бизнеса, какой это бизнес, мало, средний, крупный, и уже здесь департамент выписывает сначала предписание на устранение, чтобы сделали, например, дает время до полугода, ту же входную группу хотя бы, если через полгода это предписание не исполнено, там уже накладываются санкции, видишь, штрафа, если опять же этот штраф когда-то платится и не устраняется через полгода опять, а и такое бывает? опять так же само департамент уже берет это на заметку, они опять проверяют, он уже входит в список уже, и опять накладываются штрафы, то есть с каждым штрафом увеличивается штраф, ну, с каждым визитом, нужно сказать. То есть есть предприниматели, которым условно говоря, проще заплатить штрафы, чем сделать инфраструктуру. Да, есть вот такое, я не понимаю, почему так происходит, какая ментальность, и что ты вот здесь не могу понять, часто с такими сталкиваетесь? Узнаете, бывало, да, что по два-три раза там предприниматели просто, они, скажем, платят штрафами, говорят, нету ни средств, там, сделать этот пантус, там, приобрести, либо тот подъемник, это там, увеличить мне это входную группу, двери, то есть, проемы, ну, то есть, сделать этот ремонт. Некоторые, прямо, они целенаправленно хотят успеть, чтобы там не возникло больше, когда проверка прошла, они все, да, хорошо, мы вот, и действительно, когда уже через полгода приезжаешь, смотришь, думаешь, ну, действительно, вот, люди подошли как-то с пониманием, действительно, и с ответственностью такое. Так глубоко изучая эту тему, вы можете сказать, насколько, условно, процентов наш город сегодня доступен для людей с ограниченными возможностями? или недоступен? Вы знаете, это такой, блин, большой вопрос очень сильно. У нас, скажем, до доступности еще работать и работать по городу, именно это, если взять просто дорожную инфраструктуру, тротуары, это... Они опасны даже для здорового полностью человека часто у нас? Я, да, про это говорю, что я очень просто активно часто и гуляю по городу, да, просто выезжаю, всегда у меня нету автомобиля и у меня есть приставка такая для для коляски вот сюда пристегивается колесо такое. Как самокат условный, Да, словно там электроприводное колесо. и здесь вот выезжая по городу, я можно сказать, где-то нарушаю даже правила дорожного движения, потому что я выезжаю на именно дорогу общего пользования, потому что у нас многие тротуары, они в прямом смысле недоступны для людей самовидности, для колясочников в первую очередь. Там либо вот такой бордюр есть, либо вот такой же когда упираешься в него и ты уже скажем находишься в риске получить травму если ты как ты хочешь его преодолеть там своими силами. И здесь вот это возникает такое большие вопросы и причем это уже было сколько раз у нас в ЖКХ и обращении всего и тем не менее остается без внимания лично мной даже были обращения сделаны были в ЖКХ привести в порядок по такой-то улице то есть я им даже говорю об этом они не проводят сами никого не мониторинга то есть не делают как бы в полной мере свои свои обязанности функциональные как они это объясняют или как это объясняется чиновниками вы знаете больше в частности никак просто вот нет должного внимания да по сути это так так есть это благо сейчас в последние годы как-то когда проводится ремонт капитальная опять же дороги например по какой-то улице тогда затрагивается этот момент что там приезжают смотрят замки вот здесь должен быть уровень такой скота здесь такой и тогда на это уделяется внимание это делается а во многом у нас скажем частично ремонт проводится такой и на это как бы остается также без внимания какие предложения вы как депутат видите в данном случае что можно сделать как повлиять на чиновников ну это во первых они должны исполнять функциональные обязанности тут можно только одним дисциплинарными взысканиями за неисполнение своих обязанностей по-другому здесь выхода нету человеческий фактор естественно в первую очередь это же от этого во-первых никто не затрахован это не только надо нам колясочникам это страдают здесь и маломобильные граждане и бабушки дедушки наши которые пожилые с возрастом все к этому мы придем это и мамы которые гуляют с детьми в колясках поэтому я не знаю здесь по-другому другого варианта нету проводить комиссии именно наказывать дисциплинарную ответственность взысканиями доводилось ругаться с чиновниками по этому поводу частенько бывало такое что просто говоришь почему здесь вот так когда тебе говорят да хорошо вот мы все это устраним дайте вот буквально месяц-два мы это все исполним хорошо приезжаешь через два месяца говоришь почему опять ничего не сделано даже абсолютно ничего просто никакой даже сметы не было составлен за это время буквально хотя бы сделать каком-то подъезде панкус в жилом доме когда обращаются люди что невозможно попасть проходят опять доходило до года доходило до полтора даже некоторые моменты вопроса когда уже действительно у нас отдел жкх это такой многострадальческий можно сказать отдел где действительно очень особый нужен контроль над ними и чтобы они действительно проводили какую-то работу вот это только мое такое мнение это действительно большой вопрос всегда то есть изначально придя в депутатство со стратегией вот с программой ориентированной на людей с инвалидностью вы на себя взвалили большой стресс и груз обязанности который как бы как будто бы не кончается вот как поддерживаете себя где ищите оптимизм в этом случае спорт все равно спорт свои эмоции убирают плохие какие-то дают только наверное такой настрой на дальнейшее решение и как-то если остановиться то это вообще тогда ничего происходить не будет оно забудется то есть совсем скажем приостановится и вот на сегодня спорт аску насколько важную часть вашей жизни занимает по времени по обстоятельствам ну немножко конечно стало меньше времени заниматься потому что помимо спорта вернее помимо депутатской деятельности есть еще общественная работа также но спорт все равно занимает основную из главных позиций в жизни и играет очень большую роль потому что скажем я занимался спортом до травмы и начал заниматься уже после травмы и он действительно вытащил с какого-то такого стресса на то время и как бы рекомендую всем людям тоже заниматься физкультурой спортом чтобы отвлечь себя от каких-то других скажем моментов проблематичных в жизни я думаю только это поможет и улучшит ситуацию и по сей день так и происходит действительно стараясь все равно почаще заниматься в бассейне именно у нас сейчас много объектов действительно где вот я сейчас не буду касаться здоровых только я вот сейчас скажу только про людей с ограниченными возможностями на данный момент можно заниматься любим практически любым видом спорта который нравится это легкая атлетика винокурова говорят спорта винокурова плавание это дельфин пауэрлифтинг это у нас тоже базируется на базе спортклуба стадион карасай то есть танцы на колясках больше к культуре относится конечно но все равно то есть большинство видов спорта сейчас доступны и есть туда и полностью доступ входная группа и внутри так же само скажем безбарьерная среда такая внутри тоже она есть только пожалуйста приходите занимайтесь это все тоже опять же бесплатно но на ваш взгляд вот в плане спорта для людей с ограниченными возможностями может чего-то еще не хватает что-то еще нужно сделать какие новшества нужно внести или даже не новшества банальности но обязательно нужно внести открывать новые виды спорта еще у нас вот здесь конечно сейчас и так делается многое скажем для именно пара спортсменов сейчас выплачиваются стипендии раньше такого понятия как бы вообще и не было скажем когда я так же начинал заниматься с девятого года то есть для паралимпийцев вообще не знали не имели понятия если здоровые спортсмены получали стипендии то по параспорту такого даже не было априори понятия что кто-то стоял на зарплате получал стипендию и это вот с 2009 года по скажу 16 год когда приравняли уже олимпийцев паралимпийцев точнее наоборот когда приравняли паралимпийцев к олимпийцам то есть у нас стали такие же призовые то есть на соревнованиях и стали нам ставить на зарплаты на стипендии то есть сейчас чемпион Казахстана по олимпийским видам спорта и паралимпийским видам спорта получает хорошие такие стипендии на областных уровнях плюс еще становится в штатную сборную команду в республиканскую где также получают зарплату здесь хочу сказать можно нормально так улучшить свое финансовое даже состояние положение именно занимаясь конкретно прям спортом нам Владимира Эрмана ждать на каких-то соревнованиях громких еще на чем сейчас сосредоточены как бы не останавливаемся в спорте на прошедшем в этом году чемпионате Казахстана по пароплаванию в городе Тарас завоевал золото и бронзу в дистанциях останавливаться не собираемся будем конечно же дальше тренироваться стараться конечно закрепиться в штатно-республиканской команде ну и там время покажет какой ваш собственный предел в этом плане в спортивном ну как говорится какой солдат не мечтает стать генералом ну вот в принципе так же дойти до паралимпийских игр выиграть конечно же это мне кажется любая мечта спортсмена стать олимпийским чемпионом с инвалидностью то есть у пара спортсменов конечно же выиграть паралимпийские игры вот вы общаетесь много наверняка с коллегами по параспорту в том числе и из других стран вот на чей опыт Казахстану может быть стоит обратить внимание в плане улучшения еще больше поддержки пара спортсменов откуда вот черпать вот это все или мы сейчас может быть сами для кого-то мотиватором можем стать в этом плане у Казахстана очень хорошо развился скажем так в параспорте у нас уже есть и паралимпийские чемпионы и паралимпийские чемпионы мира то есть в разных видах спорта хочу сказать что нам даже на последних параиграх казахстанские параспортсмены принесли больше медали чем олимпийцы вот всегда интересный момент всегда обращал внимание что на соревнованиях как правило пара спортсмены завоевывают наши больше чем спортсмены здоровые как на ваш взгляд с чем это может быть связано это больше мотивации это или меньше конкуренции во что плохо верится конкуренции совсем не меньше хочу здесь сказать что тут абсолютно не в этом дело наверное мотивации в энтузиазме наверное больше в таком что действительно это большое очень желание и проделывается действительно очень большая работа здесь энтузиазм наверное больше такой большой роль играет что действительно вот охота именно выиграть медаль там не просто получать зарплату заработать деньги а именно проявить себя доказать наверное что пара спортсмены это такие же люди как и все остальные ну то есть у вас остаются большие амбиции и планы на спорт депутатство оно не препятствует вот вашей подготовки вашей вот вашим мечтам вашему пути то есть это же большая нагрузка все равно ну как бы да еще вот про также могу сказать как вы говорите конкуренция сейчас в Казахстане очень много молодежи которые пришли которые занимаются может быть не в плавании может быть в каком-то другом виде спорта но конечно все равно будем работать будем стремиться депутатство ну скажем оно определенно конечно есть время такое сжигает да что мало остается ну я думаю что нет сильно оно не мешает если есть желание наверное стремление то это остается просто работа депутат что из спорта для себя может подчеркнуть чтобы сделать свою работу более продуктивной любой депутат наверное дисциплину спорт для любого человека не только для депутата это наверное для любого человека вырабатывает в себе это в первую очередь конечно же дисциплина характер стремление упорство по достижению каких-то определенных поставленных задач и целей и наверное здоровая конкуренция еще да конечно в первую очередь это свои адекватные амбиции потому что ты так же в спорте знаешь что поставленные задачи цели надо выполнять надо к этому идти надо работать очень много работать и поэтому здесь в любом направлении мне кажется это так есть это не только для депутатов это и для всех людей которые которые просто взять даже статистику смотришь которые люди активно там занимаются спортом для себя скажем не выступать а именно всегда поддерживают форму никто более успешный в жизни даже доходит своих поставленных задач именно своим трудом что именно дисциплина порядок и конечно же желание именно прийти к своей поставленной задачи цели владимир спасибо большое за интересное интервью всего вам доброго успехов спасибо большое спасибо Редактор субтитров А.Семкин